Была зима. Наступил праздник обновления. Иисус пришел в Иерусалим. Он шел по притвору Соломонову в храме, когда его обступили иудеи. Долго ты будешь держать нас в недоумении? Ты можешь сказать прямо, ты Христос или нет? Я ведь уже говорил, но вы мне не верите. Дела, что творю я во имя Отца Моего, обо мне свидетельствуют. Вы не верите мне, потому что вы не мои овцы. Мои овцы слушаются моего голоса. Я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и они не умрут никогда. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, самый вышний, Он Всевышний. Никто не может похитить их из рук Отца. Мой отец и я, мы одно. Иудеи опять схватили камни, чтобы побить его. Забить его камнями! Я много добрых дел сотворил в вашем присутствии от имени Отца Моего. Вы за какое из них побить меня хотите? Мы хотим тебя побить не за твои добрые дела, а за твое богохульство! Ты лишь человек, а возомнил себя Богом! Не написано ли в законе так? Я сказал, вы боги, и вы, и сыны Всевышнего, все вы, правильно? Если Он назвал богами тех, кому обращено Слово Божие, не нарушается Писание. Почему же мне, кого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, ты богохульствуешь, потому что я сказал, что я Сын Божий? Коли не творю я тех дел, что заповедал мне Отец мой, вы мне не верьте. Ну а если я творю их, и все же вы словам моим не верите, поверьте делам моим тогда, чтобы понять и уверовать раз и навсегда, что мой Отец во мне, а я в Нем, в Отце. Они снова пытались схватить Иисуса, но Он ускользнул из их рук. Иисус снова пошел за Иордан, туда, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие приходили к Нему. Иоанн не сотворил чудес, говорили они, но все, что Он сказал об этом человеке, истина. И многие там уверовали в Него.